И всем привет, ребят, с вами Санкт-Петербург, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами будем обозревать новую обновленную рельсу, уже сегодня вышло обновление, в котором рельса стала лучше, насколько лучше мы сегодня вместе с вами узнаем и протестируем устройство дестабилизации снаряда, потому что по моему мнению на сегодняшний момент времени это лучшее устройство, которое есть на рельсу. Что же произошло с этой пушкой? Время перезарядки снижено на 0,2 секунды, именно стартовое, время разогрева снижено на 0,4 секунды, дальность минимального поражения увеличена на 30 метров, ну и само устройство дестабилизации снаряда, стандартный урон уменьшен на 50%, критический урон увеличивается еще дополнительно на 20%, шанс критического урона фиксирован на 50%, То есть наша рулетка имеет шанс 1 к 2, а именно каждая вторая рельса теоретически должна быть скритом, то есть либо у нас может быть такая ситуация, что 3 подряд или там 4 рельсы будет без скрита, потом 3 или 4 может быть скритом. Насколько часто это все дело будет работать, сегодня мы вместе с вами узнаем, ну и исходя из этой обновы, для себя я понимаю, что устройство с дестабилизацией снаряда стало на рельсу еще более актуально и еще более интересно. Поэтому я надеюсь, что у нас сегодня получится показать на этой рельсе хороший результат, но если вам нравится подобного рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, ну и конечно же подписываться на этот замечательный канал. Так, ну и рельсу с дестабилизацией мы отделили, резисты сейчас посмотрим, что у нас по резисту, у нас все по дефу, ну и по режиму давайте сегодня наверное таки сыграем в TDM очку дефолтную и попробуем там ее реализовать. Надеюсь, что я не попаду в тот тайминг, когда у нас будут лаги в игре, потому что сейчас у нас периодически происходят непонятные лаги, то ли дедосы и есть шанс, что мы сейчас не сможем полноценную каточку сыграть. Но я надеюсь, что сейчас все будет четко, мы с вами попадемся и без никаких лагов отличный бой проведем и реализуем это замечательное устройство. Для меня лично интересно вообще понять, с таким балансом рельса может начать жить или бы этого мало. По резистам от рельсы сразу всего лишь один рез, один рез в TDM, один рез от рельсы это крайне-крайне мало. Я сегодня конечно же на кризисе, ну и смотрим, как у нас с критом будет залетать урон. Первый ваншот по паладину вражескому уже залетел, в принципе даже если будет резисты у противника, то нам они не помеха. Против также резиста мы можем спокойно играть, 3700 второй рельсой залетает. Так, ну и посмотрим, сколько у нас вообще здесь есть шанс киллов дать. 1700 без крита, раз в две рельсы по ощущениям, короче крит у нас вылетает. Сейчас я конечно рельсу с критом промазал, поэтому было бы неплохо наверное верхнего типа. 6000 почти что с выстрелом, неплохой урончик. Ну и посмотрим, как вообще будет рельса себя показывать после того, как мы получим овердрайв на Викинге. Также я могу точно сказать, что заметно быстрее рельса сама по себе разогревается. Хоть и там написано было всего лишь 0,2 секунды, но по ощущениям это выглядит намного-намного приятнее. Так, ну и надеюсь, что... Блин, не могу попасть в рельсу. Вбивают прицел. Блин, и без крита. Как же обидно, что такая рельса залетает без крита дважды подряд, трижды даже подряд. Без крита у нас рельса, четыре рельсы подряд без крита. Блин, ну это плохо. Но нам очень сильно повезло, что я попался в катку без резов от рельса. То, что здесь вообще их нету. Так, ну а катку мы по итогу еще и начинаем проигрывать. Как можно проигрывать катку, если я с самого начала уже для команды даю 5 киллов. Просто со старту 5 киллов. Так, с маку пробуем слить. Небольшие подлаги уже какие-то начинают появляться. 6 тысяч. Не, ну по 6 тысяч, когда конечно залетает, это супер вкусно, супер сладко. Всегда бы такие рельсочки бы залетали. Я был бы этому очень и очень рад. Так, пробует выкатываться арес. Хорошо, троечку ему даем. Был бы он без брони. Может быть и ваншотик бы здесь залетел. Так, пробуем паладина шотнуть. Тысяча урона по нему залетает. Пробуем ваншотнуть. Офигеть. Надо тяжелый, короче, брать викинг. Чтобы вот так вот не улетала кабина моя. Но до сих пор один резист сохраняется всего лишь у противника. Но на 6 килов. 70 процентов овердрайва есть. Попробуем, давайте, запушить правую зону. Попробуем здесь вот постоять. Мне кажется, что эта позиционка намного лучше для рельсы. Ну и сразу скажу, что, ну поинтереснее стало смотреться рельса. Поинтереснее. Да, не супер жестко, но явно поинтереснее. Так, ну и у нас все-таки лаг сервера происходит, происходит, происходит. Залагивает все у нас. Сейчас, возможно, сейчас мы еще попробуем обновиться и все у нас продолжит работать. Поэтому пока что я на паузу ставлю, либо даже не ставлю. Давайте пробуем просто обновиться. Может быть сейчас нас быстро загрузят. Но, что я могу сказать. Вот так вот начинаются наши новогодние праздники. Надеюсь, что все это дело решится. И все это дело починится. Потому что очень много контента есть интересного, который стоит записывать. Но вот такие моменты, например, не дают мне возможности записать хорошие, качественные видосы. Поэтому давайте я поставлю видос на паузу. И как только нас закинет в бой, мы продолжим. Спустя 40 тысяч лет мы все-таки вернулись в этот замечательный бой. И я надеюсь, что нам удастся его доиграть до конца. И может быть даже здесь снять сливки. У меня есть уже овердрайв. Так, сейчас проверю, все ли у меня запустилось, все ли пошло. Да, вроде как. Вроде как запись идет. Вроде как никаких дополнительных проблем нет. Главное, чтобы у нас до конца катки не залагало. Потому что еще 6,5 минут у нас есть. Отличную рельсу сквозную даем. Сразу добавляем овердрайвину. Добавляем овердрайвину. Но с овердрайва, конечно, здесь уже есть такое ощущение, что рельса стреляет с определенной задержкой дополнительной. То есть, если, например, у нас, когда ты стреляешь просто обычными выстрелами, особо сильно она не чувствуется. То, когда ты начинаешь накидывать уже выстрелы под овердрайвом Викинга, то это начинает чувствоваться намного-намного сильнее. Две девятьсот с одной рельсы у нас залетает по ДАшному танку. Так, ну и опять у нас начинаются какие-то дополнительные пролаги, залаги и прочие ерундень-дребедень. Пять минут до конца этого боя у нас еще остается. Поэтому в теории мы еще шансы оставляем на то, что нам удастся после лага вернуться и забрать тут сливки. Потому что у меня уже в этой катке 11 киллов есть. То есть, в теории мы можем здесь неплохо вместе с вами заработать. Главное, чтобы мы смогли вернуться в бой и полноценно эту каточку завершить. В целом, по рельсе уже сложилось даже такое небольшое впечатление. Поэтому, если нам удастся сейчас завершить этот бой, то я уже подведу определенные итоги. Понятное дело, что в таких условиях это сделать довольно-таки тяжело. Но мы постараемся все это дело реализовать. Поэтому давайте пока что ставим на паузу. Как только прогружусь, вернусь, мы продолжим. Так, наконец-то мы возвращаемся. Остается еще 4 минуты до конца боя. Так, надеюсь, что сейчас не залагает. Или опять залагало? Опять залагало? Ну нет, пожалуйста, нет. Нет, только не это. Только не это. Опять залагивает. Опять у нас вылеты, прилеты, залеты. Расходочка не переключается. Но у нас 3.30 до конца катки. И в теории мы все так же сохраняем шансы на то, что мы здесь вместе с вами заберем самые вкусные сливочки, которые могли бы быть в рамках этого видоса. Потому что у нас сейчас есть повышенные фонды в игре. Но есть возможность здесь подлутаться. Если, конечно же, у нас все это дело отвиснет и заработает. Потому что пока что, как вы видите, все у нас лежит и лежит без шансово. Но, если честно, очень сильно непонятно пока, как работает вот эта вот вся проблема с лагами. Потому что, если, например, раньше у нас сразу все сервера не работали, то сейчас есть сервера, которые работают нормально. А есть сервера, которые вот с такими проблемами сталкиваются. И потом все это дело лагает. Так, но у меня... Нет, все-таки вылетает у меня 2 минуты до конца. Оставалось у нас до конца этого боя. Но, возможно, сейчас загрузочка пойдет. Возможно, загрузочка пойдет. И мы успеем забрать эти самые замечательные сливочки. Да, сотка есть. Возвращаемся в бой. Так, ну и, быть может, мне удастся все-таки этот бой завершить, докатать и забрать то, что я здесь должен забирать. То я должен здесь забирать на этой замечательной рейсе. 11 на 2 у нас. По счету, овердрайв дроповый упал. Забираем дроповый овердрайв. Так, ну и вкатываем быстро в респ к противнику. Вжимаем овердрайв. Овердрайв. В лаг просто вжимается овердрайв. И весь овердрайв улетает мой в молоко. Потому что урон у меня не проходит от слова совсем. Но противник... А, это только противник залагал? Я просто вижу, что наш тиммейт там едет. Или не едет. Не знаю, что происходит. Но рейса крутая. Честно скажу, что она стала лучше. 100%. Я надеюсь, конечно, когда у нас не будет лагов, я сумею протестировать ее более значимо и более интересно. Потому что, ну... Такими паралагами с таким... С таким вот этим всем делом это довольно-таки тяжело реализовать. Но в любом случае, есть... У меня... У меня есть ощущение, что она стала смотреться куда-куда лучше и куда интереснее. Так, 40 секунд до конца. 40 секунд до конца. Нам уже пишут о том, что жесткие додосы. Это я вижу, вижу. Я вижу, что у нас жесткие додосы. 29 секунд остается до конца, до снятия сливок. Очень сильно надеюсь на то, что нам удастся это все дело здесь забрать. Но расходка у меня не прожимается. 20 секунд. 17. 15. 10 секунд было. Офигеть. 10 секунд до конца было. До снятия супер сливок. Но, к сожалению, я все так же улетаю. И не сумел докатать эту каточку до конца. Вот такая вот темка. Вот такая вот темочка у нас залетает. И потеря соединения с сервером также сверху добавляется. Вот такой вот обзорчик у нас получился. Получилось хоть пару-тройку минут, конечно, покатать. В целом, рельса стала лучше. Но я скажу, что, наверное, все равно этого будет мало. И в дальнейшем ее будет тоже апать. Но сама дестабилизация точно стала более интересной, более конкурентно способной, наверное. Да? Ну и резистов от рельсы тоже в матчмейкинге стало намного-намного меньше. Поэтому какое устройство вы бы хотели увидеть в следующем? Напишите. Все-таки на рельсу у нас большое количество устройств поменялось в своем балансе. Если есть интерес, напишите. По возможности постараюсь затестировать и затестировать без никаких лагов. Без такой ситуации, которая у нас была прямо сейчас. Ну и, возможно, у вас есть какие-то еще дополнительные вооружения, которые вы бы хотели увидеть. Поставьте лайк данному видеоролику, если вам понравилось. Обязательно не забывайте также подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дайте подписаться на новые видеоролики. Но и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кему личный текст, это текст МП, установите его, поддерживайте. У меня участвует розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.